Добрый вечер, дорогие друзья, постоянные подписчики и гости моего канала YouTube. Сегодня у нас воскресенье, в Белостоке очень жарко, 31 градус, такая жара стоит. Конечно, для нас, для Харькова это нормальная погода, для нас здесь, я так понимаю, это жарко. Вот мы тут в очередной раз решили выехать на природу, подышать свежим воздухом, окунуться. И вы знаете, о чем я хотел сказать, поговорить с вами сегодня кратко, в этом небольшом видео, дорогие друзья. О наших с вами мечтах. Мы все, наверное, вы все, наверное, раньше в детстве мечтали. Правильно? Было такое дело. И я тоже мечтал. В принципе, я мечтал много. Мечтал, что у меня дома компьютер появился, мечтал отдыхать, путешествовать по миру. Вы знаете, я даже вот смешно вспомню сейчас, но это реальный был случай. Как-то лет 10 назад, ну даже, может, 9, у меня на телефоне, я поприколился, я поставил такое, скажем так, сообщение на автоотвесток. Звоните, допустим, мои знакомые, друзья там, и у меня стоит такое голосовое сообщение. Здравствуйте, вас приветствует мобильный автоответчик. В данный момент я отдыхаю в Европе, поэтому, пожалуйста, оставьте ваши сообщения после короткого сигнала. Ну и все мои родственники смеялись, приказывались, что это ты там ерундой какой-то страдаешь, что это такое, как ты, говорит, можешь в Европу поехать отдыхать. Ты, говорит, посмотри на себя, там, ты живешь непонятно где, в каком-то сарае. Ну, в принципе, так оно и есть, конечно. Я не говорю, что я живу в 5-звездочном отеле, в каком-то крутой там элитной квартире. Ну, это факт. Ну, просто я мечтал об этом, я говорил всегда об этом, провозглашал, исповедовал. И вот представьте, сейчас я вот сижу и думаю, реально, мечты работают, мечты сбываются. Я реально отдыхаю уже 4-й месяц в Европе. То есть я не работаю ни физически, ни вкалываю. Если бы я сказал, ребята, там, извините, я работаю в Европе, ставьте ваше сообщение после короткого сигнала. Так бы и произошло. Вот. И еще, я вот, знаете, мечтал активно отдыхать, быть на свежем воздухе, в лесу. У нас вот в Харькове, ну, знаете, бетонные джунгли, когда стоит жара 35 градусов. Это просто невозможно терпеть, дышать нечем, не хватает воздуха. Везде асфальт, у нас сейчас коллега общались по этому поводу. И вот представьте, мы сейчас живем в лагере, в лесу, просто, свежий воздух. Мы можем поехать на природу, поехать, если раньше у нас в Харькове, чтобы выехать, допустим, на свежую, ну, на речку. Там нужно через весь город пелякать, целый день времени терять. Тут ты реально 10-15 минут, а ты уже на свежем воздухе, ты уже на речке, на пруду. Это, ну, это такое удовольствие, вы не представляете. Я вот понял, как важно мечтать, как важно просто ставить перед собой грандиозные такие цели. Как говорят успешные люди, если ты планируешь, если ты планируешь дойти до Луны, у тебя есть цель, дойти до Луны, то лес ты точно перемехнешь. Поэтому, желаю вам, дорогие друзья, мечтайте о будущем с уверенностью, как говорят один из топ-хедеров нашей компании. Кстати, расскажите в комментариях к этому видео, о чем вы мечтаете, какие у вас мечты, о чем вы мечтали вообще раньше, и какие ваши мечты осуществились. Хвастайтесь, это же очень интересно, понимаете, услышать необратную связь. Если вам понравился такой любительский ролик, любительский, скажем так, небольшой авторский контент, вы можете смело ставить палец вверх под моим роликом, подписываться на мой канал. И будет очень много новых, интересных, просто горячих тем. Пока я здесь нахожусь, я буду выкладывать просто очень интересные, полезные ролики, чтобы делиться своими фишками, своими полезностями. Еще раз вас классным летом, мира вам, гармонии, радости. И до скорой встречи. Пока-пока, не переключайтесь.